Пришвину такое не снилось. В читальном зале поют и совсем не о книгах, скорее о любви. Хотя кто его знает. Для любого классика смысл в современных песнях, как в детских рисунках. Войди Пришвин в зал, непременно закричал бы о временах и нравах. А в ответ услышал, дедуля, не волнуйтесь, у нас библионочь. Показать библиотеку с другой стороны, что это место не только, где читают книги, но и где собираются интересные, интеллигентные люди и могут провести интересное время. Она одевалась царевной лебедь, а ее все принимают за ангела. Ведь в популярном сейчас фэнтези герои с белокрылыми птицами не общаются. Современность снова дает под дых классики. И пусть в научной библиотеке на полках в основном научные же справочники, шестую библионочь здесь так и назвали. Фантастические книги и где они обитают. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу и препод тайно бросить в бездну от. Ведущие Липецк ФМ библиотеку пришли с книгой. И к радости классиков молодежь не осрамилась, угадывает цитаты из царя Салтана и Робинзона Круза. А вот в других залах от литературы ушли совсем далеко. Гости библионочи режут, клеят, рисуют и пьют чай. Родители довольны, детям нравится, да и самим можно сфотографироваться. Главное, чтобы не задали неудобный вопрос. Когда читал? В последний раз. Сейчас мы читаем с ребенком приключения Карика и Вали. В общем, про насекомых там профессорам написано. Очень интересно. А вот для себя? Для себя? Я пришел приучать своих детей к книге, любовь к книге. А вот вообще, когда последний раз были в библиотеке? Ход назад, как раз на этом же мероприятии. Давно ничего не читал. Давно ничего не читал. Ну, в основном техническую литературу читал по работе. А художественные, к сожалению, времени не хватает. Противники библионочи сейчас потирают руки. Вот оно, падение культуры. Телевизор, интернет потеснили книги. В читальных залах раскладывают настольные игры. Храм знаний осквернен. Лично я даже, может быть, больше рада таким посетителям, потому что у них вновь возникнет интерес к книге. Они увидят, что библиотека меняется, и книги появляются по разным направлениям. И по их интересам они найдут здесь всё, что угодно, я надеюсь. И пока критики библионочи, отряхиваясь, поднимаются из лужи, ведущие утреннего шоу «Будильник» дают уроки работы в кадре. А в соседнем зале из микросхемы проводов собирают то ли робота, то ли умную розетку. Потому что заинтересуется ребёнок электроникой или журналистикой, да и возьмёт с полки соответствующий учебник. Побольше таких мероприятий, которые объединяют людей, которые что-то увлекают в одном месте. Это достаточно полезно, чтобы они так знакомились. Это норма раз в году, я считаю. То есть это не должно выходить за рамки библионочи, но библионочи почему бы и нет. Вот и получается, что и для школьников, и для студентов, и для самих библиотекарей библионочи – это весёлый праздник, который в полночь закончится. Но в отличие от сказки, в тыкву никто не превратится. Пришлин может быть спокоен. Здесь читать не бросят. Скорее наоборот. Михаил Шершаков, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова